Почти единогласно. Владимир Путин обсудил с президентом Турции резолюцию по статусу Иерусалима. Лидеры признали необходимым содействовать разрешению Палестино-Израильского конфликта. Народ Палестины имеет право на создание независимого государства, подтвердили лидеры двух стран. Россия против признания Иерусалима столицей Израиля, как и другие 128 стран. Об этом написал в твиттере сенатор Алексей Пушков. Две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по нацизму Иерусалиму и два поражения США. В обоих случаях две трети членов ООН голосуют против позиций США. Поддержку автономии выразил Эммануэль Макрон на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом. Франция не видит альтернативы, кроме диалога между Израилем и Палестиной. Палестина восприняла итоги голосования как победу. Глава МИДа страны усомнился в роли США как посредника в мирном процессе. США не прошли проверку Иерусалимом, несмотря на наше предупреждение. Несмотря на предупреждение всего мира о том, что к этому нужно относиться очень серьезно. И не занимать никакую позицию, когда мы будем подогревать религиозную вражду. В Иордании люди вышли на улицы, одобряя решения ООН. Против проголосовали всего девять стран. Среди них США и Израиль. В выступлении спикера США в адрес ООН даже прозвучали угрозы. Мы припомним этот день, когда многие государства будут обращаться к нам, как это происходит очень часто, с просьбой дать ресурсы и использовать наше влияние в их интересах. Америка разместит свое посольство в Иерусалиме. Такова воля американского народа. И это правильное решение. Никакое голосование в ООН наше решение не изменит. Премьер Израиля Нетаньяху назвал ООН «домом у лжи». Отношение к Израилю во многих странах, на всех континентах, за стенами ООН, меняется. И в конечном итоге проникнет в ООН «дом у лжи».